Очень много просто даже иногда акварельных или гуашевых фонов мы брызгаем водой, краской. Дети не должны бояться. Вообще вот кисти и краски, они должны уже, это грубо говоря, как гамма для пианиста. Прежде чем сыграть произведение, у тебя должны бегать пальцы. Тут то же самое, вот это все равно пассивное восприятие цвета, какая-то работа с кистью, вот понимать, как мозол кладется. Вот если я положу столько краски, что у меня потом, когда высохнет, произойдет? То есть это такие тренировочные процессы, ну и красивые фоны. Мы с четырех лет, я принимаю детей, и иногда даже самые маленькие детки, они рисуют даже охотнее, лучше, и у них фантазия работает очень хорошо. Поэтому я даже не делю, в принципе, ну кроме старших детей, там уже понятно, там у нас немножко другие цели и задачи, там мы в академику ударяемся, а вот наше сказочное рисование плоскостное, оно, в принципе, ну совершенно не подчиняется возрасту, да, тут только желание, главное желание, всегда главное желание, и талант маленького автора. А плоскостное видение, ну, когда мы не уходим в трехмерный объем, если вот вы заметите, например, иконы наши православные, да, там есть такое понятие, как обратная перспектива, да, то есть, ну, мы привыкли, как, дорога, она широкая, а в горизонт она выходит в одну точку. Здесь все наоборот, то есть мы рисуем стол, он будет расширяться в горизонт. Это такой декоративный прием, который позволяет предметы не выставлять по планам, передний план, средний план, задний план, а вот как поднос там жестко, да, вот цветы располагают, как любой орнамент. Да, то есть это такое орнаментальное видение плоское, и здесь очень важны именно вот какие-то эффекты фактуры, фактуры, ритмы, ну, и вообще общая композиция, да. Изначально человек, он, как бы, видит плоско, да, то есть, и я уже говорила, там, народы, там, какие-то патриархальные, да, там, цивилизации, то есть какие-то аборигенные, африканские, они не смогут нарисовать человека там трехмерным, да, и у нас, как бы, тоже есть там свое наследие, именно, слово вылетело из головы, ну, прикладное, декоративное, да, ну, народное наследие, да, мы тоже там, у нас свои орнаменты, свое украшение каких-то там сосудов, тканей, свои символы, и, как бы, это детство цивилизации, поэтому, когда я работаю с детьми, мы должны пройти вот стадию детства цивилизации, да, более плоскостное рисование, сказочное, потому что ребенок прямо оживляется, ему кидаешь какой-нибудь там, давайте рисовать домики на дереве, а там у тебя кто будет жить, зайка или котик, и у него уже все, у него уже сказка, он уже туда вошел, в этот лист, он уже прямо вот это дерево видит, и домик у него, и оттуда зайка по лесенке спускается, а куда он пошел, а вот тут барсучок выполз, и мы стараемся вот эту нашу игрушечную вселенную, ну, я специально внедряю, да, какие-то определенные орнаменты, ритмы, я заставляю детей, ну, не заставляю, как бы, а призываю детей украшать, украшать. В этой действительности мы убиваем, как бы, всех зайцев сразу. Во-первых, ребенок развивается в игре, ну, это нормальная педагогическая практика, да, то есть его, там, как взрослого человека, дать ему фронт задач, давай мы сегодня, там, отработаем этот узел, ну, невозможно. А в игре, когда он открыт, как бы, очень легко ему туда носовать разумного, доброго, вечного. Я тоже очень хочу, чтобы все мои дети стали гениями, мы идем в этом смысле в одном направлении, но все-таки до 10 лет я бы не трогала объемное изображение, и это успеется, мозг должен созреть. Вообще, эти структуры в норме созревают, там, к 12 годам, да, человек уже готов к объемному восприятию действительности, к трехмерному, у него, там, определенные структуры доходят, но, как бы, многие спешат. И в 6 лет они, там, тоже учат, там, детей овалы рисовать, кувшины. Я не знаю, насколько это интересно, во-первых, ребенку, вот, рисовать кувшин, строить, выводить эти оси, мерить. Ну, это все-таки больше такая конструкторская задача, да, тоновый разбор, там, свои тонкости. Ну, немножко мы сушим, не рановато ли, ну, но с 10 лет. Если ребенок действительно способный, все-таки у всех разные отсеки мозга у детей развиты, да, у кого-то, кто-то больше, ну, там, цвет видит, вот он прям, вот, вот, как я здесь сижу и в холодных тонах пытаюсь, там, навести гармонию. Вот он будет кисточкой водить, что-то с чем-то смешивается, у него восторг, да, у него такое восприятие. Кто-то будет именно каллиграфией заниматься с большим удовольствием, там, пересчитывать все эти точечки, черточки, у него прям вот идет. Но в норме все-таки раньше 10 я бы детей за Мольберт не сажала, именно за Академку. Ну, да, я много видела таких людей, которых, ну, они уже, они с техникой знакомы, но они ничего не хотят. А нам надо сохранить именно творческое, созидательное восприятие мира, да, чтобы ребенок видел эту вселенную даже по-своему, видел радостно и активно, да, чтобы он вот этот мир наш, достаточно серый такой, унылый, преображал как бы с помощью своей фантазии в каких-то там ярких красках, вспоминая счастливое детство, когда ему давали поиграть и прессовать с удовольствием. Вот. Продолжение следует...